Наверняка многие уважающие себя майнкрафтеры знают эти две издания гигантов minecraft java и bedrock edition у обоих изданий есть очень много различий плюсов и минусов но лишь для меня оба издания прекрасны и особенно ну а кому-то совсем иначе почему в наше время модно хейтить bedrock edition есть ну колоссальное количество причин большая часть аудитории хейтеров бедро к это игроки из java edition и это вполне понятно так как у джавы игра идет как по маслу конечно по их мнениям присаживайтесь поудобнее а мы начинаем для тех кто не в курсе что такое minecraft bedrock это отдельное издание майнкрафта только нацелена кросс-платформу и что эту идею не придумал манджанг а шайка майкрософта bedrock доступен на пк android ios playstation xbox и nintendo switch а написано bedrock не в превышенном java а на языке c++ тем самым обладая очень хорошей оптимизации даже на моем слабом ноуте игра запускается без всяких проблем поначалу minecraft bedrock не был самим minecraft bedrock а наоборот был minecraft pocket edition то есть карманные издания по сей день многие блогеры bedrock версии называют п е видимо по привычке или они вообще не в курсе что сейчас происходит самым ранним прототипом этой версии было демо видео выпущенное в твиттере 2011 году где показывает геймплей карманного издания на телефоне xperia play 7 в те времена телефон был нереально суперским многие фанаты майнкрафта были в радости так как игра не только есть и на консоли и пк но и на их мобильные устройства конечно это было всего лишь ранним прототипом а многие геймеры задавались вопросом как они умудрились перенести всю пк игру на мобилки ведь в те времена мобилки не были такими мощными но потом разработчики заявили что это отдельные издания minecraft а ассоциируясь только на мобильные устройства 7 октября 11 года стала доступна на все флагманы андроидов а в ноябре на флагманы яблочных со многими блогерами майнкрафта я абсолютно согласен так как майнкрафт пе очень сильно отличалась от многих изданий и пыталась идти по своей дорожке именно из-за него появились множество эксклюзивных предметов такие как синяя роза совсем другой а то другая генерация и тому подобное но как мы знаем microsoft купила майнджанг в 2014 за 2 половины миллиарда долларов и спустя время поддержки карманного издания в семнадцатом году выпускает видео better to get the update где вместо замены pocket edition приходит тот самый бебрак многие фанаты майнкрафта были не особо рады такому решению так например игроки некоторых консолей после обновления не могли откатить версию на старую так как некоторые геймеры не особо любили переходить на что-то новое конечно у playstation 4 издание есть такая кнопка как перейти на legacy edition но кто знает ведь и на ютубе очень много гайдов как откатить консольные версии кстати именно из-за этого обновления появился та самая кросс платформа именно эта причина огорчила многих фанатов и геймеров а что насчет по и версии а майкрософт его просто-напросто похоронила и до всех сверхразумов которые думают что мобильные версии майнкрафта это то я вас глубоко огорчу это теперь называется бебрак они так как давно уже улетел на врата рая именно из-за этого кстати говоря и появился проблема комьюнити бедрака не особо-то сладкая ситуация кроссплатформенность всегда дает какой-то пуск разным проектам повышая не только онлайн но и активность благодаря этой функции многие проекты и живут террария варзон фортнайт все эти три игры обладает кроссплатформенностью но не у всех кроссплатформ есть хотя бы чистая страница майнкрафте как я уже сказал на замену пришел бедрок на мобильные рынки то из-за этого и произошло сторона хейта ведь как мы знаем 70 процентов игроков майнкрафт бедрок на мобильные устройства это дети токсичные унылые криворукие но не все мобильные юзеры такие есть и взрослые аудитории майнкрафт бедрок именно из-за этой причине люди массово негодовали кроссплатформу вот представьте решил ты такой играть на своем любимом сервере по мини-играм ну например sky wars ты например играешь через пк а твой тиммей через телефон чувствуете как нагло поступили microsoft мало того что sky wars и большинство играет через пк а мобильных юзеров просто так нагибает на пару секунд а я вам припоминаю что на протяжении почти 11-12 лет управление мобильный бедрок издание так и остался неудобным со времен pocket edition так и был прежним но знаете что разработчики на этом не остановились ведь они еще выкатили обновление про новое управление где управление стало еще неудобным ладно можно в разбеге построить платформу для игр sky wars но даже эта ситуация не помог и слова тебе господи что в настройках можно изменить тип джойстика либо на классическую либо на новую лично для меня это классика неудобная в пвп топорная зато для меня строить удобно так как игра и мобильные версии майнкрафта еще с 2011 пострадали и консольщики так как бедрок за православную кроссплатформенность консольщики тоже получили урон такой же ущерб как и мобильные юзеры и что вы поиграть онлайн например с друзьями или на онлайн серверах вам нужно обязательно купить ежемесячную или богатую подписку так например у nintendo switch конечно сейчас буду говорить ну ой как тупо но microsoft я обращаю именно к вам вам настолько лень добавлять кнопку кроссплатформы как на warzone типа мобильные геймеры будут сражаться с мобильными геймерами а консольщики с консольщиками а я знаю я сам знаешь что я сейчас высрал но хотя бы эта функция исправила бы баланс геймплея в целом но я чисто играю с друзьями через кроссплатформу так как например мой друг играет через телефон а я через пока в режиме выживания но хотя бы это дает хоть что-то революционные проблемы с кроссплатформа minecraft бедрок мы разобрались ну а если кратко то кроссплатформа minecraft бедрок на онлайн серверах это чистое колесо фортуны если ты случайно встретил в обе он ли пк юзеров то поздравляю вам крупно повезло так как вы играете на мобильном устройстве а пк юзеры тебя ну сами знаете надеюсь вы все поняли или нет так как автор ролика тот еще шизик а перед началом третьей главы этого видоса спонсор данного видеоролика сервер фриланс самый лучший водитель сервер без донатов и прочего мусора во всем русском сегменте minecraft бедрок сервер обновляется каждый месяц на новом версии отзывчивая комьюнити добрые игроки все тебя ждет на сервере фриланс у сервера есть и дискорд и даже телеграм что может порадовать сервера уже два года обвайпнуться еще с версии 1.18 если что айпи адрес находится в описании и в закрепленном комментарии спасибо за внимание увидимся на сервере а начнем мы с аудитории бедрока большая часть аудитории это дети с возрастом 6 до 14 лет так как все мы знаем что minecraft это игра для молодой аудитории логично по аналитикам самой популярной страной где играет бедрок это индия непал бразилия и мексика с индии все кардинально понятно так как телефоны в индии есть у каждого второго жителя страны с непалом я конечно удивлен что бедрок популярен среди этой страны а бразилия и мексика вы можете убедиться в официальных серверах бедрока такие как хаев майнплекс куб крафт и всеми легендарный и ненавистный лайфбот все эти четыре сервера полностью забиты мексиканцами и бразильцами в основном они общаются в текстовом чате играют sky wars и занимается местной драмой самой популярной платформы бед кока это мобильное устройство пока многие платят за бедрок android юзеры могут спокойно скачивать бедрок на определенных левых сайтах абсолютно бесплатную версию без смс и регистрации в основном пиратские копии бедро к встроенные не лицензионные сервера по типу майнском прощение до гриферские и анархические сервера и все в этом духе из-за этого кстати любой пользователь может зайти через аккаунт иксбокс и наслаждаться жизнью так как у меня только айос и windows 10 изданий я все еще завидую android юзерам больше всех печально ну а комьюнити бедро к оказалось дружелюбным нет не поймите меня не правильно но она очень даже дружелюбные есть люди у которых слабый пк и у них нет выбора и все еще играет в бедрок и наслаждаются с жизнью есть даже ауды которые полностью привыкли ко всему новому конечно можно встречать псевдо интеллектуалов но их малое количество в разных пользовательских серверах с вайт листом или же с проходкой такие как урбан колония нерп ванила патина спб все игроки играют как отдельная семья без грифа без злоупотребления без всяких оскорблений в этом я если честно удивился ну кроме донатных помоек но это всем уже ясно и объяснять ситуации мне не хочется конечно можно встречать людей которые говорят что бедрок этапы но это только на ю тубе особо главальных отличий между двумя изданиями нет конечно есть отличие между механиками боевкой цветокором и палитрой но все перечисленные это мелочи хотя по механизмам очень сильно отличаются майнкрафте механизмы очень важные части игры если вы знаете хотя бы самые базовые механизмы по типу рычагов рессионных часов то это всего лишь малая часть из-за активного комьюнити игроки создают просто безумные механизмы так например некоторые гении создали компьютер из механизмов из командных блоков чтобы включить майнкрафт самом же майнкрафте да слышится как лютая фантазия какого-то левого чела но у него получилось запустить так я что-то ушел от теми головы а вспомнил отличие так вот начнем мы с боевки боевая механика в бедрок версии соответствует механики джава до первого обновления боя то есть без времени перезарядки оружия тем не менее мобы бедрока такие как исушитель гасты и разбойники намного сильнее чем джава версии что делает выживание немного сложнее несмотря на его боевые недостатки режим хардкор доступны только в джава версии а в бедроке его нету а также механика редстоунов именно из-за этого многие игроки критикуют бедрок так например в джава поршни могут распространяться только на определенные тошные игровые тики искажая большую часть систем контролирующих продолжительность это также приводит к отсутствию механики лантик пульс то есть механика липких поршней есть также ошибка джава версии позволяет соединять редстоун через блоки он не присутствует в бедроке но это не обязательно плюс действительно как только мы знаем как им управлять у нас появляется множество новых возможностей было подтверждено что эта ошибка не будет исправлена версии джава или добавлена версию бедрок надеюсь вы все поняли ну а самая главная проблема бедрок это невозможно изменить версию игры вот серьезно зачем разработчики не добавили эту функцию как на джаве ведь именно из-за этой функции джава версия и живет так как в старых версиях многие сервера модификации и игроки живут конечно можно изменить версию бедрока на старую но все это на жестких костылях иногда из-за них можно и вообще случайно удалить бедрок но потом все это ясное дело переустановить ладно в бедрок издание может сыграть и без лаунджера это удобно но вот почему разработчики не добавляют менеджер версий я если честно не понимаю именно из-за этих причин бедрок жестко критикует ах да не забудем и о микро транзакциях которые продают текстур паки скины эмоции карты на прохождение за майн coins майн coins это игровая валюта которые можно приобрести за оплату это конечно прикольно что можно с помощью заявки создавать свои скины карты и продавать их за реальные деньги но игроки бедрока который покупает вещи у marketplace выебану вот зачем купить скины если можно их абсолютно бесплатно скачивать их на разных сайтах или сам же создавать самому же себя и не понимаю да и смысл кастомизировать своего якобы 3d 4d 69d персонажа вообще нету смысла в праздниках конечно же раздаются это скинов но даже это не спасает ситуацию в общем вы поняли каково это быть ярым игроком бедрока и что у обоих изданий есть отличие в наличии бедрока есть семь официальных серверов которые все сервера посвящены к мини играм а вот не официальные сервера это конечно очень бедный выбор почти каждый сервер бедрока это минимум донатная помойка с приватами донатами вещами богов и прочая прибуда а вот насчет с реалмс это официальный хост от самих моджанг и майкрософт несмотря на его скромную цену за хост реалмс бедроки очень проблематичные особенно когда хочешь пригласить своих друзей хотя реалмс бедроки многие игроки хвалят за то что хост работает очень качественно да я с этим согласен но есть немалые проблемы первое это в том что в реалмс могут захотеть всего лишь 10 человек максимум конечно это для определенной группы игроков но бывают и случаи когда у человека есть полный друзей майнкрафтеров и не все могут зайти на реалмс сервер второе можно с махинацией изменить количество игроков на 30 кстати 30 игроков в локальном сети это максимальное количество да и делать это нужно с читами но всегда своих друзей есть лютый ачивка дрочер а вот в java версии реалмс можно спокойно с командой изменить число игроков на свой вкус что конечно бедрок версии реалмс немножко отстает да и функции в java версии много то есть это отдельный симулятор сис админа ну и в третьих это заявки на приглашение лично я сталкивался с такой проблемой не первый и не последний раз чтобы войти в реалмс админ сервера должен отправить код на вступление и чтобы его активировать я зашел на сервер с помощью vpn странно конечно это слышится но большинство моих друзей зашли без проблем а эта проблема была только у меня единственному меня очень странная проблема конечно может быть у вас работает хорошо но для меня никак нет странно конечно но основном хост от маджанг выполнена очень качественно и так все что я сказал вышеперечисленные это самые главные проблемы бедрака если ты ярый адекватный поклонник бедрака то ты можешь все понимать я как от бедрака столкнусь и ну с колоссальными проблемами и недочетами но я считаю и бедрок и джава особенными так как у обоих есть плюсы и минусы конечно индивидуумы которые я разрешает бедрок версию есть и встречал в основном это были дети лично я вам предлагаю капец лично я вам предлагаю поначалу ознакомиться с бедроком если у вас слабый пк либо телефон ну а после этого сыграть джаву и вы поймете какой незабываемый экспириенс вы будете испытывать ну а на этом все всем спасибо за просмотр ставьте лайки делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал также не забудьте поиграть на сервер фриванс всем удачи и всем гудбай